Здравствуйте! В эфире «Время жить» – программа, в которой мы рассказываем о новостях в области медицины, об исследованиях, которые касаются нашего здоровья. Сегодня вы увидите. Вред или польза? Вся правда о кофе. Лобные доли обеспечивают нам ясность ума. Можно ли повысить активность этого отдела мозга? Тренируемся вместе. Комплекс упражнений для поддержания формы как в спортивном зале, так и в домашних условиях. Кофе, наверное, один из самых противоречивых продуктов в мире. Споры о нем ведутся чуть ли не с момента его открытия, когда он только начал появляться в продаже. Так полезен ли кофе или нет? До сих пор лучшие умы бьются над этим вопросом, приводя аргументы в пользу той или иной теории. Решили исследовать эту тему и мы. Сегодня большинство из нас не представляют свою жизнь без ароматной чашечки кофе. Причем одни ограничиваются только утренней чашкой, а другие просто не могут нормально жить и работать без этого бодрящего напитка. И выпивают его в больших количествах. Любители кофе настаивают на его исключительной пользе для здоровья. Противники же утверждают, что кофе зло, чуть ли не яд. Так кто же прав? Вопрос не так прост, как кажется на первый взгляд. Мы видим только поведенческий эффект кофе. Вот человек клевал носом, дремал, выпил кофе, почувствовал бодрость и дальше трудится. Опять вроде бы прилив сил испытал. Что происходит на самом деле? Нервные клетки устроены таким образом, что когда они интенсивно поработают, они берут себе время для отдыха. Они отказываются выполнять команды, приходящие к ним от других нервных клеток. Нервная клетка отдыхает. Кофе насильно заставляет их продолжать работать. То есть кофе препятствует вот этому проявлению утомления нервных клеток и препятствует их отдыху. Это перегрузка для нервных клеток. Их искусственно, насильно заставляют работать дополнительно. Не дают им времени до отдыха. Полноценный сон способен восстановить перетрудившуюся нервную систему. Однако, если постоянно подстегивать себя кофе, мозг начинает работать с перегрузкой. Организму приходится за это расплачиваться. Многие нервные клетки будут просто не выдерживать такую нагрузку и будут умирать. Хорошо, что у нас огромный запас этих нервных клеток, но если часть из них умирает, приходится восстанавливать какие-то новые связи, образовывать и загружать работой оставшиеся нервные клетки. Поэтому это небезопасно. Я знаю людей, которые вообще отказываются от всех стимуляторов, исходя из этой гипотезы, что работа мозга должна проходить естественно. Однако, с другой стороны, не существует каких-то однозначных доказательств, что кофе вредно. В защиту бодрящего напитка всегда находились аргументы. Относительно положительных моментов. Самая очевидная вещь, действительно, если нам надо что-то сделать, а нас клонит в сон и мозг уже не работает, то можно его подстегнуть чашечкой кофе. Да, это допустимо. Или надо хорошо отдохнуть активно, а сил уже никаких, можно подстегнуть. Но это можно делать эпизодически, а не постоянно. Есть еще более хитрый механизм использования кофе. Кофе и содержащийся в нем кофеин создают дополнительную нагрузку мозгу. А при дополнительной нагрузке включаются дополнительные резервы, и мозг тренируется. Так что, можно сказать и так, что кроме кроссвордов можно еще загружать мозг кофе. Но это будет какая-то общая такая активность, ни на что не направленная. Поэтому, наверное, лучшее средство – кроссворд плюс чашечка кофе. Тогда будет и повышенная активность мозга, даже с легкой перегрузкой, но это заставит его тренироваться усиленно, и интеллектуальная нагрузка. Словом, у кофе есть и плюсы, и минусы. Просто ценителям ароматного напитка нужно помнить о чувстве меры и не выпивать по 10 чашек в день. Тогда кофе, несомненно, пойдет на пользу здоровью. Давно известно, что лобные доли мозга отличают человека от животных. Однако долгое время, для чего они нужны, ученые никак не могли понять. В последние десятилетия это, наконец, удалось сделать. Нейропсихологи и физиологи сравнивают лобный отдел с дирижером оркестра. Он не играет на каком-то инструменте, но именно благодаря ему оркестр выполняет свою задачу и слаженно работает. По сути, это управляющий мозг. Он играет роль в памяти и извлечении каких-то ситуаций с памяти. И он как в психоэмоциональном состоянии, то есть он работает на положительных эмоциях. И также в выздоровлении большое значение имеет. То есть когда лобные доли работают, человек быстрее восстанавливает. То есть его роль просто неоценима. После продолжительных исследований оказалось, что лобные доли лучше всего работают у маленьких детей на 100%. Известный нейропсихолог Гольдберг предполагает, что дети овладевают очень быстро новой информацией и быстро учатся говорить благодаря именно этому отделу мозга. Мы тоже обнаружили, что, как правило, за редким исключением, у детей лобные доли работают на 100%. А у взрослых уже нет. Все меньше и меньше и меньше. И Лурья об этом, то есть и Гольдберг об этом говорил, что у многих взрослых уже снижается активность, а иногда вообще к нулю приближается. То есть мозг работает и, может быть, даже хорошо работает, но уже без участия вот этих лобных долей. И к чему это ведет? Во-первых, это уже ухудшаются творческие способности в первую очередь, потому что лобные доли обеспечивают вот этот творческий процесс. Дальше может произойти сбой тех или иных систем. Для того, чтобы восстановить работу лобных долей, в первую очередь нужно работать со своим негативным состоянием, бороться со стрессом. В жизни всякое бывает. И все-таки нужно стараться так, чтобы находить даже в негативной ситуации что-то полезное. То есть это может быть, это проверка, это испытание. И я с достоинством это испытание переношу. Важно сохранить в себе любознательность ребенка и постоянно проявлять интерес к новому. Разгадывать кроссворды, сканворды, решать головоломки. В старости это помогает сохранить ясность ума. Если лобные доли не работают, то это путь к болезни, но не только. Это путь к болезни Альцгеймера, вот если это с возрастом особенно. Исчезает память, исчезает способность творческие уже работать и так далее, и так далее. И даже некоторые ученые предполагали, что в общем-то это возрастные изменения, и всем, каждому человеку в той или иной степени эта болезнь свойственна. То есть у одних это быстрее возникает, более ярко проявляется, у других медленнее. Но вот Гольберг как раз утверждает, и я с ним согласна, и очень, я действительно, что это правильно, что если человек постоянно будет интересоваться новым, он постоянно будет совершенствоваться, то болезни Альцгеймера нет. И если будут работать лобные доли, поэтому так важно сохранять работоспособность этих лобных долей. Восстановить работу лобных долей можно с помощью движений глаз. Дело вот в чем. Долгое время научному сообществу было непонятно, за что отвечает полоска клеток, которые находятся за лобными долями. Наконец, исследования пролили свет на эту загадку. За движение глаз отвечает маленькая полоска нервных клеток, которая находится за лобными долями. И долгое время они были не изучены, эти нервные клетки. За что они отвечают? И мало того, что сам лобный доля, и вот эта маленькая полоска нервных клеток. Потому что зрительные центры, они находятся затылочной, как известно, долей. А вот что это за полоска? И вот обнаружили сравнительно недавно, что эта полоска отвечает за движение глаз. И тогда становится понятно, что движение глаз, они обеспечивают активность вот этих лобных долей. Не случайно, когда ребенок... Вспомните любого ребенка. Можем ли мы представить обычного ребенка, здорового, который сидит и неподвижно смотрит, уставившись в одну точку? Практически нет. Он егоза. Это норма. Подвижные глаза говорят окружающим, что ребенку все интересно. Он постоянно задает много вопросов. Такие почемучки развивают активность лобных долей. Есть упражнения, они очень эффективны, которые усиливают эти движения глаз. Это вот брать предмет любой, лучше ручку там или все, что угодно, и попросить ребенка вот смотреть и двигать глазами вот по восьмерке, лежащей восьмерке. Или просто вот если маленький ребенок в разные стороны, вверх, вправо, влево, влево, вперед и так далее. Любые движения глаз, они как раз стимулируют тоже вот этот работ лобных долей. А также лобные, вот этот лобно-затылочный обхват, когда одна рука на лоб, другая на затылке. Маленьким детям можно нарисовать восьмерку и попросить их ее копировать цветными карандашами. Такое занятие им обычно по душе. Как известно, активный образ жизни – профилактика многих заболеваний. Сейчас мы покажем тренировку «Пилатес» в реальном времени. Она подходит практически всем. Конечно, желательно все делать под контролем инструктора. Тем не менее, один из основных плюсов этого вида тренировок в том, что многие упражнения можно сделать самому дома. Давайте посмотрим этот небольшой комплекс. Технику «Пилатеса» я хочу рассказать сразу на практике с моими помощницами. Встаньте ноги на ширине тазолебренного сустава, расслабьте плечи и пупок подтяните к позвоночнику. Почему я говорю пупок, а не живот? Потому что именно линию пупка нужно подтянуть, как бы представить, что вы застегиваете узкие джинсы. Это важный такой термин, пилатес называется «застегивание». Теперь поднимите руки вверх. Второй принцип пилатеса – это вытяжение. Вы не просто вытягиваетесь, помогаете себе плечами, а представьте, что вы поднимаетесь вверх, как будто над вами воздушные шары, и вы хотите взлететь. За счет этого у вас идет вытяжение сильного центра, то есть мышц пресса и спины, и максимально вытягивается позвоночник. Лопатки должны оставаться плоские, полностью должна быть стопа на полу. Третий принцип пилатеса – это выравнивание. Вы стоите и выравниваетесь относительно бедер, плеч, макушкой тянетесь вверх. Следующее упражнение называется «планка». В отличие от отжимания, работает все группы мышц, начиная с пресса, спина, ягодицы, и одновременно мышцы работают и вытягиваются. Самое главное – это выравнивание. Все время должны чувствовать работу пресса. Максимальное вытяжение. У тех, у кого проблемы с позвоночником, следите, чтобы ваша спина не напрягалась, а работал только пресс. И еще несколько секунд нужно постоять и медленно опустить колени и расслабиться. Следующее упражнение – на растяжку грудного отдела. Сочетание с силовыми упражнениями дает максимальный эффект. Ставьте в эту же позицию, в которой мы стояли, максимально потянитесь вперед, принцип вытяжения, и прижмите грудной отдел к коврику. Максимально вытягиваться и правильно дышать. Сделаем вдох и выдыхаем. Следующее упражнение – это скручивание. Оно направлено одновременно на работу всех групп мышц пресса. Это мышцы верхние, средние и глубокие. Самое главное – это глубокие мышцы, которые служат поддержкой для нашего позвоночника. В отличие от простых упражнений пресса, которые укрепляют только верхние слои мышцы, мы прорабатываем все слои мышцы. Одновременно растягиваем позвоночник. Садимся в исходное положение, вытягиваемся и начинаем медленно скручиваться. Делаем все на выдохе усилия. Медленно скручиваемся, позвонок за позвонком. До конца не опускаемся. Стараемся удерживать сильный центр, постоянное напряжение. Руки поднимаем вверх и вытягиваемся. Продолжаем. Следующее упражнение – ножницы. Оно также рассчитано на все группы мышц одновременно. Ложимся на спину. Ноги потянули вверх. Максимально подтянули пресс. Вытянулись. Руки можно положить за угол для тех, у кого напряжение в шее. И правильно дышим, начинаем работать ногами, вытягивая. Представляете, что вы циркуй рисуете внутри круга. Следующее упражнение – скручивание направлено на расслабление позвоночника. Нужно будет сгруппироваться и покачаться на коврике, как мячик, расслабляя свой позвоночник. Тянули коленки к себе, перекатились и продолжаем легко качаться с позвонка на позвонок. Следующее упражнение направлено, оценка делается на грубной отдел, на вытяжение максимально грудного отдела, на расслабление тех мышц, которые у вас находятся как бы в спазмированном состоянии. Нужно максимально вытянутся во все стороны. Обязательно сопровождаем все правильным выдохом. На выдохе делаем акцент на вытяжение. Сделали вдох, потянулись максимально вверх. Удержались. Вытяжение начинается от линии талии. Снова вдох, максимальное вытяжение. Вытягиваемся максимально во все стороны. Представляем, что вы упираетесь в стены. Эти простые упражнения, которые вам помогут стать более стройными, настроение ваше улучшится. И если вы будете стараться их делать правильно, вы почувствуете эффект уже буквально через две недели. Считается, что лучший отдых – это смена деятельности, сумственной на физическую и наоборот. Так организм не только восстанавливает силы, но и тренируется. Он находится постоянно в движении, в процессе. А движение – это здоровье, а значит жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова